Чтобы дерево верой и правдой служило вам долгие-долгие годы, приносило хороший урожай и не болело, очень важно обрезать его правильно, не делая при этом несколько очень распространенных ошибок. Самая первая ошибка, которую я встречаю, это осенняя обрезка. Многие хотят обрезать дерево как можно раньше, чтобы весной, зимой было поменьше работы. Это категорически запрещено. Осенью мы можем делать только санитарную обрезку, которую откладывать нельзя. Больное, сухое, поломанное удаляем немедленно, как только обнаружили, независимо от времени года. А вот формирующую обрезку, омолаживающую обрезку, при которой образуется огромное количество ран, нужно проводить именно зимой, это конец января, февраль, и в начале весны, март месяц, пока не началось активное сокодвижение и не раскрылись почки. Почему? Дело в том, что осенью идет очень интенсивное рассеивание спор различных болезней. Воздух просто насыщен ими, и они прекрасно заражают все свежие раны. Будь это срез, ранка, полом и так далее. Именно поэтому все обрезки серьезные мы рекомендуем проводить зимой, либо ранней весной. Вторая распространенная ошибка касается именно самих срезов. Мы все знаем, что ветки отходят от дерева под различными углами, и многие из нас замечают наплывы у основания таких веток. Так вот, упускать их из внимания ни в коем случае нельзя. Многие из наших садоводов обрезают ветви вровень со стволом или с другими ветками, так сказать, заподлицо, чтобы все было ровно, гладко и красиво, при этом разрушая очень важные ткани, а именно кольцо. У основания каждой ветки можно найти серьезные ветки, можно найти наплывы тканей, как будто сложенную в гармошечке кору. Ее основная функция восстановительная и защитная. Вторая распространенная ошибка – мы оставляем пеньки после срезов. Что значит пенек? Мы срезаем так, что у нас образуется вот он пенек, выступающая часть ветки. Такие вот оставленные пеньки практически никогда не заживают. Они засыхают и часто становятся воротами для проникновения различных болезней. Кто-то оставляет пеньки, особенно в нижней части кроны, в надежде, что отсюда проснется почечка, даст новую веточку. Но это не так. Если этот пенек находится в тени, он может дать веточку, очень слабенькую, и в конце концов засохнет. И вот здесь как раз может поселиться рак. Пеньков оставлять ни в коем случае нельзя. Неважно, срезаем ли мы ветку полностью, либо срезаем ветку с переводом. Вот ошибка типичная. Нам нужно удалить вот эту вот веточку, она растет слишком высоко, не туда, куда надо. И мы срезаем, оставляя вот такое звездышко. Нет, так делать не нужно. Правильно сделанный срез в таком случае должен быть вровень составленной веткой, на которую мы делаем перевод. Есть такой прием в садоводстве, называется обрезка с переводом на боковую ветвь. И вот именно, чаще всего, именно в такой ситуации я и вижу оставленные пеньки. Удаляю только часть ветки вот эту, оставив пенечек. В лучшем случае здесь проснется несколько спящих почек, и мы получим вместо одной-двух ветки целый веник. Лишняя работа, лишние расходы для дерева, лишнее загущение, ничего хорошего. Поэтому режем изначально правильно вровень составленной боковой веткой по краю наплыва коры. Вот наплыв коры, кольцо, это вторая ошибка, которую чаще всего делают садоводы. Вы знаете, что у каждого дерева есть в основании ветвей небольшие такие наплывы. Вот они как раз и называются кольцо. Здесь сосредоточена образовательная ткань. Ее основная задача защитить и зарастить рану в случае обрезки. Правильно сделанный срез, это срез, сделанный по внешнему краю наплыва, вот этого наплыва коры. Это называется срезать на кольцо. Какую ошибку здесь делают садоводы? Оставляют пенек, либо срезают по кольцу, вот так, то есть повреждают его по кольцу, срезают, либо вообще срезают это кольцо полностью. Вот у нас ствол дерева. Да, он теперь выглядит ровно, аккуратно. Срезают полностью это кольцо, лишая дерева даже возможности залечить, зарастить оставленную рану. Именно вот в таких местах чаще всего потом появляется либо рак, а либо формируется дупло. И это все может привести к гибели дерева. И нас это, конечно, не устраивает. Поэтому, если вы обрезаете свои деревья, обрезайте их правильно. Срезайте на кольцо, не оставляйте ни в коем случае пеньков. И, конечно же, обязательно замазывайте все срезы. Еще одна ошибка, которую иногда делают наши садоводы, стремясь уменьшить объем разросшегося дерева, это слишком сильная обрезка. При этом срезается абсолютно все, очень жестко, вот прямо от дерева остаются рожки для ножки в прямом смысле слова. Иногда удаляется больше половины объема кроны. Как это выглядит? Ну, приблизительно вот так. Вот здесь срезают, здесь оставив просто обрубки ветвей. Такая обрезка может привести к двум вариантам развития событий. Первое. Дерево ослабленное, лишенное ветвей, сильно лишенное ветвей, может начать чахнуть и в конце концов заболеть и высохнуть. Если дерево мощное, сильное, оно ответит вам усилением роста. После сильной обрезки образуется огромное количество волчков, молодой порослей, которое превращает ваше стройное веретено, как вы надеялись, получить вот такое вот изящное деревце, в прекрасный веник. И объем кроны, кстати, увеличивается в несколько раз. Восстановив прежний объем и заняв еще больше. То есть мы вместо красивого компактного дерева можем получить вот такое большое, густое и с минимумом плодоношения. Чтобы этого не произошло, обрезайте дерево умеренно. Удаляйте не более четверти всех ветвей на дереве, не более четверти объема. Максимум, если дерево действительно требует ужатия, если оно сильно разрослось, до половины. При этом не забывайте контролировать летом рост волчков. Выламывайте их сразу, как только они появляются. Это не позволит дереву перерасходовать свои силы на пустую вегетативную массу, которая не несет ни урожая, ни красоты. Еще одна распространенная ошибка – это множество маленьких срезов. Укорачивание мелких обрастающих веток там, где можно обойтись одним срезом. Когда мы режем дерево, вот, допустим, у нас идет ветка. Она очень хорошо обложена другими веточками, она очень густая, она загущает крону. У многих есть искушение. Я укорочу вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ну, может быть, и здесь, и здесь, и здесь, и вот здесь. Но эту, ладно, так и быть, я, может быть, удалю. Посмотрите, сколько много срезов. Следующей весной возле каждого этого среза просыпаются новые спящие почки, дают волчки, побеги. И мы вместо прореженной кроны имеем еще более загущенную. Кроме того, если посчитать площадь вот этих вот всех срезов, которые мы сделали, она гораздо больше одного единственного среза, если мы захотим срезать ветку, как положено, здесь, на кольцо, удалив ее полностью. Либо, если эта ветка ответвляется от более крупной скелетной, перевести ее вот на эту боковую. Вот она идет от более мощной там ветки. Мы ее удаляем. Все. Один срез большой лучше, чем несколько маленьких. И поверьте, вот такая вот обрезка, это хорошо для декоративных растений, для топиарного искусства, когда мы формируем красивую форму у кустарника, допустим, кизильника блестящего, или у самшита. Там как раз наоборот. Нужно, чтобы ветвилась как можно сильнее. Но у нас яблоня. Она должна быть красива, ажурна. Ее все яблочки, груши должны хорошо просвечиваться солнышком. И поэтому один большой срез лучше, чем несколько маленьких. Запомните это. Многие из наших садоводов недооценивают летнюю обрезку, пренебрегают ей. А этого делать не стоит. Летняя обрезка, которая заключается в удалении вот этих самых волчков, в вырезке побегов, которые растут не там, где нужно, не в ту сторону, летом позволяет намного уменьшить наш объем работы в зимнюю обрезку. С одной стороны. А с другой стороны позволяет дереву не тратить силы на эту пустую древесину, которую мы все равно вырежем и сбросим, а направить все эти силы на закладку новых цветковых почечек, на закладку будущего урожая, на утолщение и развитие оставленных ветвей. Соблюдайте эти правила, не делайте этих ошибок, поверьте, их не так уж много, но значения они имеют огромное. И тогда ваши деревья прослужат долго, будут здоровыми, крепкими, красивыми и урожайными. Процветания вам и вашему саду! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова